Данил, ну у вас великолепная статистика, насколько я помню, три очка в трех матчах. Вы лидер команды по среднему показателю, как удается вам так набирать очки, здорово. Ну на самом деле я сыграл не так много матчей, но хорошо, что удается набирать, значит, где-то может и везет, где-то может и, ну как-то, не знаю, по себе партнерам, наверное, они много делают за меня, потому что я не так много матчей сыграл, но хорошо, что так подойдет. Ну вы вышли в последнюю мать в Бутичьих вместо Тмельевского и ваше звено, все четыре шайбы заждаются, откуда это взаимопонимание такое хорошее? Ну как бы играешь с мастерами и как-то полегче, все равно играется, но первые два периода, наверное, такие не очень хорошо шли, но в третьем хорошо, что добавили вовремя и в большинстве двух хорошо, что забили. А разница в уровне между КХЛ и ВХЛ насколько серьезно ощущается? Ну на самом деле, да, тут в ВХЛ, наверное, больше брака, больше брака там, чем здесь, тут как бы за любую полумомент могут наказать, а там, наверное, где-то больше прощают, чем здесь, поэтому тут цена шипа слишком велика. Ну достаточно много команд и центров, там, если вернутся, все травмированы, тут шесть человек набирается, насколько готовы конкурировать с более опытными? Да, на самом деле, для конкуренции не думаешь, ты просто уходишь и как бы твоя задача приносить пользу команде, а кто уходит, и в какой-то центр это уже не важно. Ну все-таки есть разница, вот во втором зоне последний матч играли, в четвертом до этого выходили? Да, честно, особо нет, главное играть, и чем больше играешь, тем больше. Ну, а отличается задание, требования? Да, как бы от всех звеньев ждут хорошей игры, как бутылов не пропускать, наверное, спасло. Да, неяснище. В команде очень много Данилов, как вы ходите из этой ситуации? Ну, как, наверное, по видео уже, там, кого-то, ну, по фамилии можем называть, там, Аллык, Лала, Е, там, Мурзик, Башка, как бы, ну, у каждого свои, поэтому Данилов мне уже никого не зовут.